Друзья, 20 лет, 20 лет группе «Пилот» и сегодня у нас в гостях фронтмен группы Илья Чёрт. Здравствуйте! Здравствуй, Андрей, ютанг, мальчишки, девчонки. Знаем, что у вас юбилейный тур, знаем, что срок большой, приготовили что-то особенно интересное, но хотим начать, так сказать, издалека, вот с самого начала, 20 лет, как появилась группа? Ну, группа сначала была англоязычная и пелись песни на английском языке, пока в декабре, по-моему, 95-го года к нам не пришли музыканты ДДТ и не предложили выступить на следующем рок-фестивале, который они делали в 96-м году на стадионе Петровске. Они поставили нам условие спеть на русском языке, вот Юра Шевчук нас попросил, и мы подготовили буквально несколько первых песен на русском языке, с которыми вышли на стадион перед 35 тысячами зрителей. Это было такое у нас начало. И буквально через год мы поменяли название на русское и стали группой пилот в январе 97-го года. А почему пилот? Знаешь, ситуация была смешная, мы выбирали название за 5 минут выхода на сцену, буквально за 5 минут. Ну, в принципе, это... Мы перебрали за 5 минут судорожно, да, с присущимися руками, быстро, быстро, будет час, надо быстро придумать название, и кто-то просто взял и сказал, гитарист, по-моему, говорит, что вот есть такое слово, прекрасное, пилот. Оно просто было везде вокруг нас. Были ручки пилот, был клуб пилот, известный в Москве, у нас была группа 17 пилотов в огне, мы очень любили группу Stone Temple Pilots, телеканал был пилот. То есть это было слово, которое было на тот момент вокруг, самое тривиальное. Мы его взяли. Слушайте, но на самом деле, чтобы заметил группу Шевчук, это же нужно вот что-то сделать, как-то, я не знаю, есть у вас рецепт того, чтобы вот вдруг раз и вас заметили? Для наших, например, новосибирских музыкантов. Ты знаешь, мне кажется, во-первых, это судьба, да, это все-таки карма определенная, как все складывается, да, по жизни. Люди, звезды, обстоятельства, ситуации, не у всех это складывается. Во-вторых, обязательно у людей должна быть у группы, должна быть истинная цель, да, и мне кажется, вот действительно, Господь не фраер, все видит. Вот, когда люди хотят по-настоящему изменить мир к лучшему, да, и это основная, главная их цель творчества, они зарабатывают деньги, популярность и так далее. То есть не для себя это делают, а для других, да, стараются изменить мир к лучшему. То вся вселенная тебе помогает. Вот это самое основное. Ну, опять-таки, я думаю, все равно сначала, когда собиралась группа, они планировали, что все-таки вот такой промежуток времени, сцены, фестивали, многотысячные аудитории, это было как-то по-другому. Мы никогда не задумывались над этим, у нас не стоял никогда вопрос о достижении популярности или известности. Даже когда мы уже начали собирать стадионы, знаешь, у нас не было вот этого ощущения, что мы какие-то звезды, да, или что-то такое там, ой, мамочка родная. Я впервые вообще об этом задумался, когда мы вот уже сделали сольный концерт на стадионе, и пришло там порядка 8 тысяч зрителей, я вышел на сцену, и такой увидел вот всю эту толпу, которую там до конца не видно, и подумал, ух ты, елки, вообще-то все серьезно как-то происходит, да. То есть я впервые задумался вообще над этим, то есть как бы, что пора бы как-то подумать вообще, чтобы следить за базаром как-то или что-то. И в эти моменты начал меняться формат, наверное, выступления. Ну, в голове, да, скорее стало все многое меняться постепенно, естественно, плюс еще какие-то осознанность пришла в жизни вообще, что для чего это все, почему, зачем это вот, как говорится, Бог дал талант, возможности и силы, и так далее. И я задумался о том, как бы, в общем-то, отблагодарить папу вот за все эти подарки. А, кстати, больше все-таки нравится выступать в каких-то камерных условиях или вот как раз-таки на фестивале, где можно эхом просто всю волну вот всех людей, чтобы накрыло сразу? Ты знаешь, я всегда был человек радикальный во всем, поэтому, что мне, собственно, мешало всегда по жизни во многом. Но поэтому мне нравится либо стадион огромный, либо вот квартирный формат, когда ты вот сидишь просто на табуретке с гитарой, люди вокруг на полу сидят, и ты вот так, как на кухне, исполняешь просто под гитару песни. Либо так, либо это. Мне вот средненько как-то не очень. Давайте поговорим о гастрольном туре все-таки. 20 песен я слышал, что в концерте. 20 песен за... Больше. Больше, больше 20. Это избранное за все 20 лет. Ну, скажем так, мы просто, знаешь, провели сетевой маркетинг, сейчас блесну умом, да, умное слово скажу. Мы просмотрели списки радиостанций и телеканалов, наиболее ротируемые, да, наиболее популярные песни, вот именно с точки зрения средств массовой информации. Из них сделали программу, поэтому она рассчитана на людей, которые не знают, что такое группа пилот, да, то есть они придут многие впервые. И мы сделали такую визитную карточку из самых известных песен, там 2 часа концерт идет, 2 с лишним практически. И вот все прям самые известные песни мы везем. Ну, я так понимаю, средства массовой информации, ваше мнение расходятся, вы бы выбрали другое что-то. Так всегда происходит, это практически у всех музыкантов, я буквально недавно услышал такую же историю от Юры Шевчука, который рассказал, что сам изменится свою песню, что такое осень. Он вообще написал «Гуляя по кладбищу», и группа вообще не оценил, и он не оценил песню, и группа не оценила, и такие, они ее вставили в альбом, типа, ну, пускай будет там чертским, там, ну, приплюсуем дополнением. А она стала главным хитом группы. Никто об этом, у нас тоже самое происходит, абсолютно. Ну, а можно, скажем, выбрать 3 главные песни, которые вот будут самые значимые для вас, вот именно для вас в этом концерте, который будете исполнять? Я, честно говоря, не знаю, это знаешь... Это всегда сложности, мы всегда задаем этот вопрос, это всегда сложно. Я думаю, знаешь, я как у многодетного отца, да, когда у тебя 10 детей, ты же все равно, у тебя нет любимого. Вот ты всех любишь одинаково, вот с песнями, это как с детьми, понимаешь, вот нельзя выбрать какую-то у любимую, потому что это все как дети твои. Здесь то же самое. Нет, есть какие-то наиболее любимые песни, но мы их редко играем, редко. За 20 лет менялся состав, и я так понимаю, нужно иметь определенную какую-то магию, не знаю, обладать какой-то силой, чтобы сохранить вот тот самый пилот. Вот что делаете для этого, чтобы группа, так скажем, модернизировалась, как-то видоизменялась, но вот оставалась той самой? Мне кажется, это годится для любого дела. То есть ты просто должен быть сильным руководителем, просто командиром. Не важно, чем занимается твоя компания, она продает автомобили, нефть, там, не знаю, оружие, салфеточки бумажные или песни. То есть игрок группы – это такая же компания, ты должен понимать, что в твоем, так сказать, подчинении есть люди, ты должен уметь ими управлять, управлять бизнесом, разбираться в этом, быть психологом хорошим, примером, атаманом, в общем, во всем. Давайте поговорим о новом клипе «Нет иного рая», называется, собственно, композиция. Клип на нее недавно был снят, соответственно, сегодня мы его покажем. Но для начала, наверное, все-таки сложно ли человеку, который мыслит музыкально, работать над вот этой вот визуализацией, этой составляющей? Ну, не очень, честно говоря, потому что, ну, ко многим клипам у нас их 20 штук официальных у группы за 20 лет. К некоторым клипам сценарий вообще я писал, но в случае с клипом «Нет иного рая» нам его предложила снимать московская компания «Метла». Вот, и это серьезные такие люди, которые снимают серьезное кино и так далее, очень профессионально, на высочайшем профессиональном уровне. И я им, честно говоря, доверился. Вот, я им сказал, что я хочу узнать, какое ваше мнение, да, по поводу этой песни, что вы видите и как. Мы поговорили, обсудили песню, они предоставили сценарий, который мне очень понравился. Ну, и плюс, собственно, актеры, настоящие профессиональные театральные актеры, которые играли, они дополнили картину. Вот, собственно, все стало высочайшего уровня. Но не было страшно, что вдруг что-то напишут, как писатели написали книгу, потом сняли фильм, и, о боже, что получилось? Бывает, бывает. Ну, иногда, да, приносят сценарий на клип, и я говорю, что, друзья мои, вы вообще совершенно неправильно поняли произведение, это вообще не об этом. И, вот, я не боюсь диктаторствовать, вот, поэтому, если что, я всегда стукну кулаком по стулу и скажу, нет. То есть, в принципе, не боитесь даже объяснять творчество, вот, людям, которые слушают, которые любят фанатам? Не, это бесполезно. Они сами, да? Можно, вот, творческие люди между собой, да, они еще как-то могут договориться, то есть мы все-таки на одной волне. Но объяснять искусство слушателям, ну, я не знаю, это совершенно бесполезное понятие, занятие, потому что искусство, оно вообще не призвано быть всегда логичным, да, объяснимым и так далее. Это как картина, она вызывает определенные ощущения. Это телепатия, как это можно вербально объяснить с точки зрения логики? Иногда просто невозможно. Кстати, было много же концертов, и наверняка было много интересных историй. Мне кажется, вот, одной из самых интересных историй, ну, по крайней мере, для меня была бы история, связанная с фанатами, потому что фанаты, рок-музыканты, это вещи вообще, по-моему, неразделимые ни в коем случае. Вот что самое необычное, самое странное, может быть, делали музыканты на концертах для вас, для группы? Подарок на день рождения. Ну, у нас постоянно фан-клубы делают что-то в зале, в основном, да, они делают флешмобы различные, какие-то массовые. И причем мы до самого концерта не знаем, что будет, поэтому для нас это тоже сюрприз всегда. То есть на последнем концерте, вот на стадионе в Питере, по-моему, они устраивали джедайские бои. Они переодевались, значит, там, в светлых и темных рыцарях со светящимися мечами прямо в центре, значит, зала, прямо устраивали эти бои там, то есть очень рыцарские. То есть это было очень красиво, очень интересно. Ну, как-то была история, когда выступающий, кто-то из артистов, выступающий, во время концерта пошел дождь, намочил микрофон, и во время пения в микрофон человека било по губам током. Вот случалось вот что-нибудь такое, когда приходилось вот все делать, но лишь было до конца? Ну, много чего случалось, конечно. Мне приходилось, например, там, пять концертов подряд играть с температурой 40. Было такое, не знаю, уже лет 10 назад, наверное. И причем никто такое, ну, это, об этом, конечно, естественно, не узнал. Естественно, что я уже последние три концерта играл сидя, потому что я стоять не мог. И у меня прямо возле площадки дежурила скорая. То есть я отыгрывал, и так было пять дней подряд. То есть у меня была температура 40 с лишним, и я отыгрывал два часа концерт каждый день. Я сходил со сцены, просто падал, меня доносили, сразу кололи уколами. Вот. Я ехал в другой город, меня везли. Везли. Да, и на следующий день я выходил в другом городе, также с температурой 40, садился, играл два часа, и так было пять дней подряд. Илья, от вас совет начинающим музыкантам, музыкантам, которые играют давно, но вот никак не могут прорваться куда-то туда. В чем секрет популярности? В чем секрет успеха? А, вот, дорогой, хороший вопрос для тех, кто начинает создание позитивных стерзов, с настроения, как лучше. А, уже немножко. То есть, уже, да. Да, да. Вот, вот, с челками писать, типа, и все, что вы найдете. Угу. Все хорошо, по словам, поедем. Илья, от вас, как от опытного музыканта, начинающим, либо музыкантам, который уже давно выступает, вот в чем секрет популярности, хитовости, успешности песни, композиции? Есть ли какой-то рецепт? Этот рецепт очень древний, он много тысяч лет известен. Все дело в искренности. Просто надо от всего сердца. То есть, у настоящего артиста каждая песня – это исповедь. Просто надо вот пережить до конца и не бояться открыться людям. Вот и все. То есть, надо петь о том, о чем ты действительно переживаешь, что для тебя важно в жизни. И тогда люди почувствуют это и будут сопереживать тебе. Ну, а говорят, что можно написать композицию, вот, так скажем, под тем законам хита, и действительно все получится, сработает? Или все-таки нет, если исполняешь ее? Она может стать хитом, но она, во-первых, не останется в истории, не останется в сердцах людей. Скажем так, это будет такой вот взлет, да, быстрый, как бы там. И люди под эту песню твою будут мыть посуду, да, там, понимаешься, и так далее. То есть, она там будет, там, как говорится, музыка для рекламы. Вот, но душевная, вот, такая настоящая песня, если говорить для людей, она не станет. Ты должен быть искренним. Друзья, сегодня вот такое вот душевное интервью у нас прошло. Напоминаю, у нас в гостях был фронтмен группы «Пилот» Илья Черт. И им 20 лет, 20 лет. Поэтому поздравляем вас еще раз. Ну, а вам предлагаем посмотреть клип под названием «Нет иного рая».